Всем привет! Меня зовут Вячеслав Голицын, и я хотел бы рассказать о своем опыте изучения китайского языка. Хотя я нахожусь еще в самом начале этого пути. Дело в том, что большинство языков я начинал изучать по программе Polyglot с Дмитрием Юрьевичем Петровым. Но сезон китайского языка, как многие из вас знают, долгое время откладывался. В связи с этим я решил начать изучать язык, не дожидаясь выхода программы. Я использовал различные интернет-ресурсы, различные приложения для телефона, различные учебники. И спустя пару месяцев вот чего я добился. Я знаю порядка 60 иероглифов. Это примерно соответствует уровню HSK-6. Вообще кто-то знает, что это за странный набор слов. Там никакой частотностью даже не пахнет. Я знаком с основными выражениями этикета. Могу считать по-китайски. Знаю самые частотные глаголы. И, кстати, наше распространенное представление о том, что китайцы здороваются НИХАО, не совсем верно. Дело в том, что китайцы вообще могут не здороваться, а могут при встрече спросить друг друга, «Ты покушал? НИЧУЛЫМА?» И это действительно правда, что изучение языка предполагает еще и изучение культуры и менталитета страны, где используется, или региона, где используется. Итак, я могу поздороваться, попрощаться. Могу познакомиться. Могу поблагодарить или спросить, что это. Но, как видите, диалога особо не строится. То есть, в большинстве случаев мне приходится заканчивать после первой фразы, услышанной от китайца, мне приходится отвечать «УО ПУ ТОНГ», что означает «Я не понимаю». Итак, наконец-таки я дождался и начал смотреть программу «Полиглот». Я просмотрел уже первые два выпуска. В интернете я нашел плохие отзывы. Некоторые люди пишут о том, что слабая фонетика у предыхательных согласных. Да, проблемы есть, я согласен. И даже я с небольшим знанием языка могу заметить какие-то огрехи и проблемы. Но одно я знаю точно. Дмитрий Юрьевич Петров умеет мотивировать и умеет сделать так, чтобы зрители заговорили. А все мелочи, которые касаются произношения, фонетики и так далее, их можно отточить уже в ходе разговора. И даже та пресловутая проблема с тоннами, я думаю, что в процессе разговора это все можно довести до автоматизма. И это уже не будет казаться такой большой проблемой. В общем, не нужно строить себе преград. Я очень благодарен телеканалу «Культура» и Дмитрию Юрьевичу за то, что эта передача вышла в свет. И надеюсь с ее помощью сделать качественный скачок в изучении китайского языка. Всем спасибо, до свидания. Ах да,再见.